Добрый день, это ресторан Улей, город Суды, гостиничный комплекс Пушканская Слобода и его бренд-шеф Максим Рыбаков. Здесь сколько ресторанов? У нас три основных ресторана, три основных ресторана, есть винегрет, маленькая лавка, есть еще новые и новые, когда же вы уманитесь? Мы в ресторане. И в каждом меню разное, да, получается? Да, меню разное, меню меняется, меню сезонное, меню основное, банкет. Нет, я говорю о всех ресторанах, оно разное, да? Да, оно отдельное. Так вот, в Улей используют суздальские продукты и готовят в суздальских традициях, но не всегда. Вот Максим приготовит десерт, рецептом которого с ним поделился знаменитый борец Александр Карелин, многократный чемпион всего-всего по греко-римской, она же классической борьбе. Так вот, что вы смотрите, история про Карелин? Смотрите, все очень просто. Борец и сладкое. Да, да, Александр Карелин приезжал к нам неоднократно, приезжал и заказывал определенный набор продуктов. Это кедровое орехи с обученым молоком из замороженного брусника. Такая смесь. И он просто это забирал и ел. Он приходил, ел, значит, котлеты из кабана, что-то там из лосья и говорил, что теперь дайте мне вот это. Смешайте мне, да, вот эти продукты. Мы, ну окей, у нас гости, что хотят гостить, пожалуйста. Так вот. Вот. И все, пошло ввели в меню, трансцентр в меню. Десерт таежный, рецепт у Александра Карелина. Мы его немножко нефицировали, мы его так переработали и передали ему некую подачу интересную. Для того, чтобы он был похож именно на таежный, мы его немножечко в тематике таежного леса подадим. Для этого нам нужна деревяшка. И сосновые веточки. Да. Такой вот ящичек, сосновые веточки. Керамика дымов, всем известная. Это вот техника раку, очень-очень крутая. У них индивидуальный дизайн, каждый чаш разный. Так, сгущенка. Да, обычная сгущенка или сами делаем? Да. Нет, это обычная сгущенка рогачевская. Просто мы поливаем ее чуть-чуть, немножко брусники замороженные. Брусники прям замороженные? Да. Просто у нас собирает сезон, в сезон собирают бруснику. То есть ее не замораживает, просто прям замороженные? Да, сразу замороженные, с листиками совсем мы ее потом здесь перебираем. У нас очень много заготовок используется, которые нам принадлежат наши поставщики. Место бабушки и дедушки. Соленья, грибы, ядоды, варенья. И так, как свое, два-три слона. А, вот он. Такой торт без духовки. Половный десерт. А вы говорите тирамису. Вот, десерт даем. Да, на самом деле мы позиционируем кухню ресторана Олей как русско-народную. Не только русская кухня, но и народная, и русско-народная. То, что придумал народ. Давно, сейчас, в советские времена, Карелия. Остающего из такого русского народного? Ну, например, десерт картошка. Советский десерт, который мы также переосудствуем. И подаем, ну, такой, как клубни в земле, которые нужно выкапывать. Все. Все. Десерт таежный. Да. Нужна ложечка нам. Вот такая тоже символичная ложка, которой веточку символизировали. Итак, впервые в истории. Сам себе официант. Четырехкратный олимпийский десерт таежный. Так, надо все перемешать. Да, 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 да. Слои должны быть размешаны. Поломать, как соперника на борцовском ковре. Как раз это вот, это сочетание свежести, холодных ягод. Вот это вот, наценитости орехов, да, сливочные сладости. Квущенки, она как раз надает. Ну, и к тому же, такой энергетик мощнейший. Ну, да. Раз, и вперед. Да, да. К олимпийским поменам. Холод и тепло. Кислота и сахар. Твердость и вязкость. Прям все такое. Суздрин, насколько я понял, придет исключительно Иван-чай. Ну, или медовуха, или Иван-чай. Еще избитель сейчас зима идет. Избитель не очень тоже популярен, особенно алкогольный. Ну, как бы линквин. Ну, все, я не могу остановиться, как хотите. Итак, ресторан Пулей. Здесь ягод Таёжный. Максим Рыбаков. Ваше здоровье. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова